Продолжим грамматический разбор Суры «Аль-Алях» с густой кровью. Мы остановились на одиннадцатом аяте. «Ар-Айта инкана аля л-худа» «Авид-и-ли», то есть «Думан ли ты, а есть ли он на истинном пути?» «Ар-Айта» На прошлом уроке мы уже провели разбор этого предложения, сказал, что «Аль-Хамзата» — это «Хамзату стифамину» — вопресительная частица. «Ар-Айта» — это «Фи-у-лю-ну-фа'алин» — глагол со своим «фа'алин» — действующим лицом. В предыдущем аяте мы сказали, что «Ар-Айта аддали мафулэйна» является переходным к двум прямым дополнениям, и что «Аль-Мафулу-Л-Аулу» — первое дополнение — это «Ляди» — относительная миссмена «Ляди», то есть «Алисму-ль-Маусулу». А второе дополнение мы сказали, что это вопресительное предложение в 14 аяте, то есть «Аль-Джумля-ту-ли-стифамиту» в аяте «Ра-Би-Ата-Ашрата» — «Ал-Ам-Я'лам-би-Ан-Ал-Ла-Ха-я-Ра». Ну а здесь, в 11 аяте, как они приводят, то есть как ученые приводят, удалены оба мафулы, оба прямых дополнениям глагола. «Ходи-фахуна» в аяте «Л-Ха-Ди-Ята-Ашрата» — «Ки-Ла-Маф-У-Ла-И-Ра». Значит, первое прямое дополнение «Аль-Маф-У-Ла-Ав-Ла-Этва» у нас «Ю-Хаду-Мин-Ал-Ай-Ти-Та-Са» получается с вышеупремянутого 9 аяту, а именно слово «Ал-Ля-Ди-М». А второе маф-У-Ла-Би-Этва у нас будет «Аль-Маф-У-Ла-Тан-И-Ра-Би-Ата-Ашрата» — «Ю-Фхаму-Мин-Ал-Ай-Ти-Ра-Би-А-Та-Ашрата» понимается с 14 аяту – «Опросительное предложение АЛ-М-Я-Лам-Би-Ан-Ал-Ла-Ха-Я-Ра» и само второе предложение «А-Ра-И-Та» тоже будет «Исти-Наф-У-Ла-Тан» возобновленным новым предложением «Ла-Мах-Ла-Ла-Хамин-Ал-И-Ра-Би-Не-И-М-Е-Щ-М-Е-Щ-М МЕ-С-Та-У-Пад-И-Жем». Дальше «Ин-Кан» Инад харфы шортен джазм. Частица условия. Условная частица. Стоит глагол состояние джазм. Усечённость состояния. Усечённость наклонения. Еджизму фиалейн. Стоит усечённость состояния два глагола. Мабни аля сукони. С неизменяемым окончанием. Суконом на конце. Кана это фиалин мадан. Глагол прощающего времени. Накысун. Недостаточный глагол. Нуждается в исме и в хабаре. Ярфы алис ваен саболе хабара. Стоит свой исм в состояние арав. Именительный падеж. Также ставит свой хабар в состояние звенительный падеж. Мабни аля фатхин. С неизменяемым окончанием. С фатха на конце. Фи махалли джазмин бин. На месте состояния джазм. Усечённость состояния. Посредством частицы ин. Фиаля шерта. Глагол условия. То есть глагол обозначающий условия. Указывающий на то, что действие обозначаемое данным глаголом. Является условием другого ответного глагола. Так первый глагол называет фиаля шерта. А второй глагол называет джавабу шерта ваджезаву. Ответом. То есть глаголом обозначающим ответное действие. Дальше. Восьму кана. Айсму глагол кана. То есть его имя. Это у нас. Дамирин мустатирин фи хиджавазин. Скрыто в нем в допустимой форме местомения. Тақдиру ху хуа. Которые выражены местомением хуа. Дальше. Алял-худа. Алят харфу жерен предлог родительного падежа. Мабдиму аля сукунин. С неизменяемым окончайным сукуном на конце. Алял-худа маджрурум би аля поставлен предлогом аля в состояние жерва родительного падеж. Вааламату жерри признак паджа жерва этом имени. Аль-касра талмукаддарату аля ахирихи. Подразумуаемый на его конце огласовка касра. Мана амин аль-зухури хатта адзурум. Проявиться огласовки каср здесь помешала невозможность дать огласовку букве алиф. То, что алиф не принимает огласовку. Ваал-джару ваал-маджрурум предлог родительному паджа аля и поставленное им состояние жерва имя аль-худа мутаалюкун би хабар и кана аль-махадзуфи. Состоит в смысле связки с хабаром глагола кана. Или, как иначе говорят, мутаалюкун би махадзуфин состоит в смысле связки с удаленным скрытым амелем фактором фи махалли насмин хабару кана. На месте паджа аль-хабар кана. То есть являясь хабаром кана, глагол кана. Например, ин-кана табитана аля аль-худа, например. Потом уже дальше мы говорим ваал-кана маасмиха ва хабариха, глагол кана со своими истмом и хабаром. Все это жумлятун фиалейтун, глагольное предложение, жумлятун шарты, условное предложение. Ла махалли лахминал-иараби не имеет отдельного взятия, не имеет места в падже. Все, что мы здесь сказали, может быть сказано и про жумлятый жавабый шарты, про ответное предложение условного предложения. Условное предложение, состоящее из двух предложений. Условное предложение и ответное предложение, все это будет жумлятун маутаридатун. Вводное предложение. Ла махалли лахминал-иараби не имеющим места в падже. Аллаху алам. Следующий айт это ау амара биттакван, или повелевал, призывал к богобоязненности. А что касается разбора глагола амара, то он точно такой же, как и у глагола кэна. То есть все, что мы сказали там, мы можем сказать здесь. Просто амара, мы говорим, ма атуфан аля кэна. Амара соединен союзом с глаголом кэна. Мобнио аля фатхан с неизменяемым кончайным, с фатхан на конце, фимахалли джазмин, на месте состояния джазмин и так далее. Будет фиаль шарт. Валь фааль, хуа аддамир мустатир. А его фаалим, действующим лицом, будет скрытое местомение. Валь жумляту лфиаль, это глагольное предложение будет. Ла махалли лахминал-иараби не имеющим места в падже. Касабика тиха. Касабика тиха, так же, как и предшествующее предложение. Кана аля лхуда. А что касается разбора биттакван, то здесь мы скажем, что аль-бай это харфу джарин, предлога родительного падежа. Мобнио аля кастерин. С неизменяемым кончанием, сказали на конце. А аль-такван, его разбор точно такой же, как и в имени аль-бай. В предыдущем аяте. Поэтому не будем повторяться. Валь-джару валь-маджруру биттакван. Джар маджруру биттакван. Мутаалликан бель фиаль амар. Состоит в смысловой связке с глаголом амар. Аллаху алям. Состоит в смысловой связке с глаголом.